Добрый день! Всех с праздником! И у меня сегодня в честь праздничка очень короткий обзор вот этой вот блузки. Она появилась у меня неожиданно, я ее сшила очень быстро и тем не менее очень-очень этому рада. Выгрыку я взяла из журнала Бурда номер 10 за 2020 год. Ткань у меня смесовая шелк и хлопок. Она очень пластичная, приятная и прочнее, чем чистый шелк. Что я сделала? Каких-то больших изменений выкройку я не вносила, только добавила нюансов, которые я люблю. Во-первых, мне очень нравится, когда боковой шов заканчивается вот таким вот разрезом, я тоже здесь его оставила. Далее по модели предполагается, что планка для пуговиц будет приточная. Я сделала цельнокройную планку и она у меня даже не пристрочена, а держится на петлях и на пуговицах. По модели рукав, окат рукава и низ рукава, он присборен. Я решила, что поскольку у меня принт достаточно строгий, здесь клетка, причем сложная, то логичнее будет, если на окате рукава будут защипы. Вот у меня два защипа на полочке и три защипа на спинке. И низ рукава заканчивается тоже большими крупными защипами. И низ я не стала собирать на резинку, а поставила манжету. Ну, мне так показалось просто благороднее. По ширине манжета соответствует ширине шарфа, вот этого. Что касается шарфа, его удобно завязывать под горлышко, вот тут вот большим бантом. А можно пуговку расстегнуть до уровня груди, вот здесь, и завязать чуть-чуть пониже. Причем завязать как галстучком, вот так оставить. Либо тоже завязать большим и красивым бантом. Основные лайфхаки при пошиве этой блузки, это особенности работы с тонкими и струящимися тканями. По сути, я использовала два лайфхака. Первый, это я краила по лицу. Почему? Потому что с лицевой стороны ткань очень гладкая. И если складывать лицо на лицо, она вообще совершенно нестабильная, она скользит, ее не зафиксировать. А вот изнанка к изнанке, они более шершавые получаются, друг за друга держатся эти половиночки. И спокойно по лицу можно раскраивать даже не в разворот, а в сгиб. То есть две детали, которые будут полностью повторять друг друга. Я так и сделала. Но потом у меня возникла вторая проблема. Как перенести разметку с одной детали на другую, на нижнюю. И здесь мне пришли на помощь копировальные стежки, которые часто используют в пошиве от кутюр. Копировальные стежки, это такой широкий шов, назад иголку, очень расслабленный, так что на лице остаются даже петельки. Потом этот шов растягивается, две половинки отсоединяются друг от друга и разрезаются эти нитки. И таким образом разметка остается и на одной детали, и на другой. Причем она остается и на лице, и на изнанке. Это особенно удобно, когда обрабатываешь срезы белевым швом. А в данной блузке как раз используется именно белевой шов, чтобы спрятать срезы. А верлок у меня только вот по окат рукава. При белевом шве мы прокладываем две строчки. Сначала по лицу, потом изделие выворачиваем наизнанку и вторую строчку прокладываем по изнанке. И таким образом получается, что мы и на лице, и на изнанке видим, где у нас будет проходить финальный основной шов. Я поняла, что копировальные стежки это не трата времени, а наоборот это экономия нервов. И я ими пользовалась и в общем-то не прогадала. В этой блузке я уже фотографировалась. И я думаю, что я буду носить ее со своими коричневыми шортами. Как ни странно, вот этот синий сложный принт сочетается именно с шортами. Также неплохо он сочетается с джинсами, но это более такой монохромный вариант и с черными классическими брюками. На этом у меня все. Впереди еще много проектов. Шьется активно бомбер из китайского принта, поэтому не уходите. Будем продолжать экспериментировать.